Грязные приходят, учителя жалуются, когда дети грязные. А чистыми мы никак не можем добраться. Хотя бы тротуар с колясками, с пешком, чтобы можно было пройти, дорогу можно сделать. Светофоры, знаки, наличие пешеходных переходов и освещение. Словом, всё, от чего зависит безопасность ребёнка по пути в школу, оказалось в центре внимания комиссии. Здесь у школы номер 13 с Каспийской ни тротуаров, ни переходов. Маршруты, по которым дети добираются в школу, и вовсе опасны. Причём, судя по их виду, даже для взрослых. Сплошное бездорожье. После дождя картина ещё печальнее. Вы просто посмотрите на состояние этой дороги. Это в сухую даже здесь по бугоркам проходить трудно. А когда грязь, отсюда вообще невозможно засовываться. Ногу ставить негде бывает просто. У меня ребёнок второй класс ходит. Я второй год, каждый день оттуда выйду. Если там дождь идёт, я либо беру такси, либо делаю огромный круг через Акулиничево, Анжаарену, Алиалиево, большой круг. Это полчаса 40 минут с ребёнком идти. Почему на пути к знаниям многие ученики вынуждены рисковать здоровьем, активисты ОНФ решили спросить у чиновников. Как оказалось, все проблемы с безопасностью дорог в этом районе связаны с интенсивным строительством. Дорожная инфраструктура за ним не поспевает. О том, как дети будут добираться в школу, местные власти не подумали. Капитально не прокладываем асфальт, потому что застройщик данного дома, мы не знаем сейчас, как он будет коммуникации пропускать, или что он будет делать после того, как он сдаст этот дом, мы совместно с ним обязательно проложим пешеходную дорожку вплоть до конца самого здания. Прокладываем асфальт, он проводит какие-то работы, которые нужно получать нецелесообразное расходование денежных средств. Получается, мы положили, он раскопал обратно, потом опять положили, поэтому… Жалуются жители и на невыносимый запах, который тянется от канализационных стоков, находящихся поблизости. Люди отмечают, что не могут открыть окна, чтобы проветрить квартиру. Вся канализация сюда сливается, мы все дышим. Окна открыть нельзя, вот эти дома, которые рядом, открыть невозможно. Еще один больной вопрос здесь – это бродячие собаки. Обеспокоенные родители много раз поднимали эту проблему, но пока никакой реакции не добились. Канава идет с той стороны, а там очень огромное количество собак есть. Ребенку одному до дома добраться просто опасно. Маленькие дети, когда проходят, бывают собаки и за ним гоняются. Здесь колоссальное количество гуляет бродячих собак. Здесь ночью темно, темень, люди не видят друг друга, темнотища. И здесь вы видите, какие ухабины. Дети ломают ноги, дети получают колоссальное количество травм. Еще один опасный маршрут активисты ОНФ обнаружили у школы номер 12. Школьники каждый день должны проходить через заросли камышей, а еще здесь немало открытых люков. Люди всерьез опасаются, что дети могут получить травмы, свалившись в них. При этом закрывать ловушки никто не спешит. Общественники призвали мэрию в кратчайшие сроки устранить нарушения и сделать дорогу до школы безопасной. Мы хотим обратить внимание города Каспийска, чтобы в ближайшее время сделали так, чтобы здесь дети могли спокойно идти в школу, идти в магазин, который здесь. И вот этот участок, конечно, обязательно надо провести в порядок. Мониторинг дорог активисты ОНФ будут проводить и дальше. На небезопасные пути будут обращать внимание соответствующих служб для скорейшей реакции.